Я думаю, что мы сегодня разносторонне обсудили все вопросы, которые ставили перед собой. Знаете, я вот только хотел бы одну цифру привести, которая доказывает, что вместе мы, вот страны, когда были вместе в Союзе, добивались намного большего, чем каждая по отдельности. И когда, значит, говорят определенные круги, типа, что вот нас заставили войти в Союз, да, оккупировали нас и так далее. То же самое в России есть круги, которые говорят, вот это, значит, был ядовеский и так далее, там, бухгалтерский такой учет. Это все, конечно же, инсинуации. Я хочу просто привести цифру. Доля СССР в мировом промышленном производстве в 1975 году составляла 20%. На закате своего существования в 1991 году 12% мирового промышленного производства. Доля СССР в мировом ВВП 17%. В том случае, когда сегодня совокупные показатели постсоветских всех стран вместе составляют, соответственно, 4% это в промышленном производстве и 2% ВВП. Что равнозначно показателю, значит, доли Российской империи в 1913 году. Вот насколько, фактически, мы все вместе откатились от тех, значит, достижений, которые у нас были. И сегодня для нас очень важно создание и внедрение общей идеологической платформы и системы безопасности для всех стран, которые стремятся к этой интеграции. И она должна быть основана на общих цивилизационных ценностях при создании возможности гармоничного развития, самоидентичности каждого народа. Вот, я думаю, что, говоря о сегодняшней дискуссии, мы можем прийти вот к такому общему выводу. Опять благодарю всех за участие.